Эй, йоу, мальчики и девочки! Всем привет! Вы на канале OnMyFit, в самом лучшем канале про кроссовки, моду, стритвер и фэшн индустрию. Сегодня, как вы могли понять из названия, у нас очередные новости. На этой неделе произошло просто офигеть, как много всего интересного, так что никуда не уходите. Но прежде чем мы начнем, я хотел вас поблагодарить за такую крутую и высокую активность на последних двух видосах. Мне очень приятно видеть ваши лайки, ваши комментарии. Я все читаю, стараюсь на все отвечать. Мне прям нереально приятно, поэтому спасибо вам огромное. Хочу напомнить, что если вы хотите купить себе любые кроссовки или где-нибудь заказать классные вещи из Европы, то обязательно обращайтесь в наши проекты OnMyFit и OnMyWish. А теперь берите вкусняшки, усаживайтесь поудобнее и сегодня я вам расскажу, как Джордан готовится к зиме, очень громкая коллаборация от New Balance, почему Дизель отправляет своим клиентам секс-игрушки, как Трэвис Скотт остановил конвейер Джордан и почему Найки продает рваные данки. Если вы следите за сникер-индустрией в последний год-полтора, то вы знаете, что 2022 год можно смело назвать годом Dead Shoes. И назвать его так можно в основном благодаря New Balance. Именно этот бренд просто, ну, рулит сейчас Dead Shoes игрой. Их силуэты 1906, 990, 2002R, 9060, они просто срывают рынок каждый раз, когда выходит новая расцветка. И создатель последнего из этих силуэтов, 9060, Joey Freshgoods, вчера в своем инстаграме затизерил новую коллаборацию с брендом. После того, как он выпустил свой личный первый силуэт, то есть 9060, каждый раз, когда я слушаю его имя, я прям становлюсь вот максимально excited, потому что я знаю, что нас ждет что-то нереальное. Первый раз, когда я увидел 9060 Joey Freshgoods, особенно вживую, я прям просто чуть не заплакал, потому что это, ну, реально лучшие кроссовки, самые красивые кроссовки, которые я видел в своей жизни. Я видел Трэвисы, я видел Джорданы, я видел все, но когда я увидел вот эти вот New Balance и Joey Freshgoods, я прям реально чуть не заплакал от счастья, потому что они, ну, прям вот нереально, в них все отлично. Цвета, аксессуары, коробка, комплектация, в общем, они прям идеальные. И теперь в своем инстаграме он затизерил коллаборацию в силуэте 2002R. Да, он показал целых три новые расцветки, и они прям все соблюдают вот этот паттерн Joey Freshgoods. То есть у них такие тропические приятные цвета, очень классная коробка и чуть-чуть измененный силуэт 2002R. То есть там нету на пятке этих пружин, они нисколько ретро, они больше такие вот какие-то... Короче, Joey Freshgoods, я не знаю, как это назвать, такие тропические приятные. Я прям очень жду, к сожалению, пока нету ни названий, ни точной даты релиза, ни цены, в общем, ничего про них неизвестно. Просто есть тизер в инстаграме, вот так они классно выглядят. Так что остается просто ждать. Не знаю, как вы, но лично я уже прям вот в полную силу готовлюсь к зиме, потому что она уже здесь, и у меня уже холодно. И, в общем, я люблю утепляться, я люблю носить зимние вещи, и прямо я сейчас с удовольствием утепляюсь. Но мы не одни с вами, кто утепляется, и Jordan Brand нам в этом помогает. Во-первых, если вы вдруг не подписаны на наш телеграм, совсем недавно мы там рассказывали про вот такую вот прекрасную линейку данков под названием Toasty. Это, в общем, проапгрейдные к зиме данки, у них есть такая теплая прокладка, они шерстяные, в общем, суперкрутые данки на зиму. Если вдруг хотите их себе, то переходите на сайт, я оставлю ссылочку внизу. Еще Jordan выпускают пятые Jordan и Gore-Tex, и, ну, не знаю, как вам, они мне прям вот очень понравились. Если бы у меня не было других пятерок, я бы прям обязательно взял себе эти кроссовки на зиму, потому что у них очень классные цвета, у них ретро-подошва, они, в принципе, выглядят так по-злому, классно, агрессивно, в общем, мне кажется, на зиму прям вот то, что нужно. Еще у них такая крутая надпись Gore-Tex на пятке, это означает, что кроссовки будут полностью водоотталкивающие, непромокаемые, ветроотталкивающие. Короче, классная зимняя обувь, они еще и высокие, так что, ну, я бы точно взял, если бы у меня не было других пятерок. А если вы предпочитаете такую уютную, комфортную зиму, то Jordan анонсировали вот такие вот третьи Jordan и Winter Ice, то означает, что они тоже утепленные, что у них специальная прокладка, они водонепромокаемые, в общем, такие классные Jordan. Но они, как вы видите, не злые, они такие более уютные, не знаю, я когда их первый раз увидел, мне прям захотелось, я не знаю, пойти в Starbucks, взять чашечку, ха, Starbucks, взять чашечку кофе, закутаться в одеялко и прям такую, типа, уютную зиму провести. Если вдруг вы не знали, то сейчас в самом разгаре Fashion Week на весенне-летнюю коллекцию 2023, и она уже закончилась в Нью-Йорке, сейчас она проходит в Милане и совсем скоро приедет в Париж. Я очень стараюсь найти себе способ проникнуть на какой-то показ, что-нибудь вам интересное снять, это, в общем, ждите. Но я считаю, что каждый из нас заслуживает увидеть, каким способом Дизель приглашают своих гостей на свое шоу. В общем, они присылают вот такую вот, как бы это деликатнее сказать, затычку для заднего прохода своим гостям, и именно так вот они их и приглашают. Я прям офигел, когда это увидел, но, блин, креативно, ничего не скажешь. Очень круто. Как вы думаете, какие Nike данки самые редкие? Может быть, это Трэвисы? Может быть, это Пиджины? Может быть, Лондон или Париж? Я тоже думал, что это одни из этих данков, но когда я готовил информацию к этим новостям и прочитал информацию про данки, которые я вам расскажу дальше, я прям офигел. Сейчас я вам расскажу реально про самые редкие данки. Они настолько редкие, что на весь мир существует всего один экземпляр в одном размере, и больше его, в принципе, вообще не существует. Я честно не знал, что у этих данков такая история, поэтому, когда я готовился к этим новостям, я прям часа на два залип, изучая их вот такой вот бэкграунд. Вы вообще не поверите, про какие данки я сейчас говорю. Я говорю про коллаборацию Nike и eBay. Если вы вообще не знали, eBay это такая площадка, как Авито, на которой можно продавать свои БУ вещи, но в Америке и Европе. И, в общем, eBay с Nike в 2003 году объединились, чтобы сделать совместную коллаборацию на силуэте SB Dunk. Они хотели ее продать через благотворительный аукцион на площадке самого eBay и средства, вырученные с этого аукциона, отправить на улучшение скейт-индустрии и скейт-парков в штате США, Окленде. Что, собственно, они и сделали. В общем, пара улетела с аукциона за целых 30 тысяч долларов и была напродана анонимному покупателю. То есть тот, кто выиграл аукцион, он не раскрыл свое имя. По задумке, пара должна была быть сделана всего лишь одна, в размере того человека, который и выиграл аукцион. Собственно, так и случилось. Была еще одна пара, то есть всего было известно о двух парах. О той, которую подарили человеку, которая выиграла аукцион, и сэмпл, который был сделан до аукциона, чтобы посмотреть, как вообще пара будет выглядеть вживую. Но позднее, после аукциона, буквально следующий день, в Окленде было мероприятие, посвященное всей этой благотворительной теме, и сэмпл там разрезали пилой. То есть прям вот полноценно пилой вот так вот разрезали, чтобы соблюсти эксклюзивность пары. То есть чтобы она реально была одна на весь мир. И до 2018 года об этой паре было абсолютно ноль информации. Никто не знал, кто ее выиграл, где она находится, что с ней. То есть это не только были самые редкие данки, но и самые мистические. О них реально никто ничего не знал. И вдруг в 2018 году создатель силуэта SB Dunk, Сэнди Бодекер, объявляет о том, что он покидает Nike и уходит на пенсию. И вместе с этими новостями он выложил фотографию тех самых SB Dunk'ов eBay. И тогда люди подумали, что это третья пара. И Nike таким образом решили поблагодарить Сэнди за всю проделанную работу, за многие годы, за многие миллионы долларов, заработанные для компании. И сделали ему еще одну пару в подарок. То есть вот всего было известно на тот момент о трех парах. А той, которая была выиграна на аукционе, а той, которую разрезали. И вот эту вот Сэнди Бодекеру, которую подарили. Но потом Сэнди сказал, что чуваки, на самом-то деле это не новая пара. Это я в 2003 году выиграл аукцион. И вот в таком идеальном состоянии я ее и сохранил. И просто... Прикиньте, то есть это он в 2003 году выиграл аукцион и сохранил пару. И то есть она реально сейчас существует всего лишь одна, вот в таком вот отличном состоянии, только у создателей SB Dunk'ов. Что достаточно прозаично, как мне кажется. Но вы спросите, почему я вам все это рассказываю. Рассказываем это все, потому что в 2022 году, то есть сейчас, нас ожидает некое переосмысление этой коллаборации. И мы увидим новую работу Nike и eBay. Вот так вот будут выглядеть новые данки. И теперь, я думаю, у него не останется вопросов, почему они такие разрезанные и почему они так выглядят. Это трибют к той самой паре, которая была разрезана пилой на скейт-ивенте. И они тем самым отдают дань вот Сэнди Бодекеру, той коллаборации, всей этой истории. В общем, это не просто разрезанные данки, а у них реально крутая история. Если это вас не заставило любить Nike в пять раз больше, ну, я не знаю, что вас может заставить. Видимо, вы просто хейтер Nike. Потому что такое внимание к истории, такое внимание к деталям, это ну прям очень круто. У кроссовок на стельках, на одной из стелек будет фотография самого Сэнди Бодекера с своим ребенком. То есть прям по полной программе они отдают дань деталям, с историей. Прям, я не знаю, супер кайф. Пишите, что думаете про эту историю. Если, я не знаю, у вас не заставило это желание поставить лайк этому видосу. Ну, я сильно расстроился, потому что мне было супер интересно. Погнали дальше. Новости были бы не новостями, если бы я не сказал что-то о Тревисе. Если вы помните, в последний раз я вам рассказывал, что Джордан и Фантом в коллаборации с Тревис, возможно, будут зимними. Точная информация так и не появилась, но, скорее всего, они реально будут утепленные. Ходят уже в декабре. Сейчас появились уже новые практически официальные фотографии, ну, фотографии сэмплов следующих низких Джорданов от Тревиса. Когда я увидел эту информацию, я такой, бля, вы что, издеваетесь? Ну, то есть, я каждую неделю рассказываю вам про конвейер. И Тревис такой, а вот тебе еще, а вот тебе еще, а вот тебе еще, а вот тебе еще. Но, видимо, Джордан, или я не знаю кто, решил прекратить этот конвейер. Наверное, они посмотрели мои новости. И у нас появилась официальная информация, что после Блэк Фантомов мы получим еще одну расцветку, про которую я вам сейчас расскажу. И затем все, Тревис с низкими Джорданами не будет работать очень-очень долгое время. То есть, они вот делают сейчас последнюю уже седьмую расцветку, и потом Тревис переходит на другие. Возможно, это будут Джорданы 7, возможно, это будут Джорданы 5, но точно не низкие первые Джорданы. И слава богу, потому что это было, ну, уже невыносимо. Последний силуэт, который мы увидим в коллаборации Тревиса и низких первых Джорданов, будет называться Medium Olive. Вот так вот он будет называться, в нем сочетаются такие офигенные застаренные бежевые детали, зеленый оливковый свушь, какие-то красные детали. В общем, очень классная пара, мне прям нравится. Но больше мне нравится то, что наконец-то конвейер закончится. То есть, мы не будем каждый месяц теперь видеть новые низкие Тревисы, мы будем видеть реально что-то новое, что-то интересное. Лично я этому прям вот супер рад. Это также означает то, что черно-белые низкие Джорданы, про которые я вам рассказывал где-то 3 выпуска назад, в которых Тревис был на Rolling Loud в Майами, все-таки останутся Friends and Family, и мы их никогда не увидим в паблик-релизе, что тоже круто, добавляет эксклюзивности к работам Тревиса. Так что Тревис красавчик, беру все свои слова назад про конвейер, не расстроил, ждем его следующих работ. Ну, не мог я закончить выпуск, не обмолвившись чуть-чуть о Кане Уэсте. Как вы помните, в прошлый раз я вам сказал, что вроде как война с Адидаса закончилась, но, видимо, какие-то все-таки детали контракта Кане не устроили, потому что он продолжает в своем инстаграме общаться с Адидас через сторис. Они там просто улаживают какие-то вещи насчет того, кому какая прибыль, откуда пойдет, сколько процентов кому достанется. В общем, ничего серьезного, с Адидаса Кане, видимо, реально договорился, но вот с Гэп, с Гэп продолжается полноценная война. На этой неделе Кане выложил условия, которые Гэп ему предложили, если он выйдет из контракта. Там было написано, что он не может делать свою одежду, не может делать свои кроссовки, не может использовать ими еди, не может подписывать ни с кем контракты, короче, типа ничего он не может делать в мире фэшена. Ну, вы знаете Кане, он бы никогда об этом не обмолчал. Я не знаю, о чем думали Гэп, он просто выложил все везде в инстаграме, сказал, да вы что, охренели, вы мои права ужимаете, вы знаете, кто я такой. В общем, там какие-то юридические терки продолжаются, пока Кане особо их не разглашает. Но почему я вам об этом во всем рассказываю, когда история еще не закончилась, потому что хочу просто, чтобы мы с вами вместе посмотрели на то, что релизит Гэп и насколько они охреневшие мудаки, потому что они по-настоящему не только используют Кане, они еще и прут его идеи, как и любая другая корпорация. Видимо, все в мире так делают. Вот это футболки, которые они выпустили, вот это футболки, которые я выпустил вместе с ними Кане. А вот как вам новые тапочки от Гэп? Ну, слов нет, Гэп мудаки, пошли в жопу, фрик они вас. Ну и последняя новость на этой неделе, которая лично меня прям, ну, очень-очень порадовала. Если вдруг вы не знаете, то Суприм это мой любимый бренд. Почти каждая вторая, наверное, вещь в моем гардеробе, она именно от Суприм. Я очень люблю этот бренд, даже в 22-м году, несмотря на то, что многие говорят, что бренд умирает. Не знаю, я очень его люблю и прям вот обожаю их. Но единственное, что мне никогда, вот ни разу еще не нравилось у Суприм, это их коллаборации Nike в плане обуви. Например, в прошлом году Nike и Суприм выпускали Air Magi и Shoxy. Мне ни то, ни то не очень понравилось. В этом году они уже выпустили Blazer, которые мне тоже прям вот совсем не понравились. И все их прошлые-прошлые работы мне, ну, прям вообще никак не заходили. Но на этой неделе появился тизер по-настоящему интересной коллабы в обувной сфере между Nike и Суприм. Будут они в силуэте Air Max 99 TL. И честно, вот до этой коллаборации я никогда не слышал про этот силуэт. Но выглядит он прям, ну, очень прикольно. Это тоже такие из своего образа Dead Shoes. Но у них классный силуэт. Они такие, не знаю, мягенькие, милые. В общем, мне прям очень нравится. Надо будет, конечно, посмотреть на них вживую. Но если они будут так же классно выглядеть, как и на фотках, то я, наверное, себе прям бы с удовольствием взял. Что думаете, хотели бы себе такие? Ну что же, давайте поговорим про релизы недели. К сожалению, их пока что не очень много. Но все равно о них стоит сказать. Во-первых, к продаже стали доступны две новые пары третьих Джорданов. Вот такие вот FireRed. Очень классные Джорданы, от которых веет ностальгия. Потому что именно в таких Майкл Джордан выступал за Chicago Bulls. Супер-рет рассветка. Так что если хотите себе классические Джорданы с историей, то обязательно покупайте. Также мы увидели третий Джорданы в расцветке Purple Court. То есть они прям такие же, как FireRed, но красный заменен на фиолетовый. Очень классная расцветка. Вживую смотрится особенно круто. Всем советую. Еще на этой неделе мы увидели новые данки под названием Hot Carry. Вот с таким вот переливающимся синим свушем. Очень прикольные данки. Такие яркие. И если вы хотите выделяться, например, осенью или зимой, то я считаю, что без таких данков никуда. Именно релизов больше, к сожалению, мы не увидели. Я хотел вам показать кое-что классное. Я очень плохо отношусь к кастомам, но мимо этого пройти не мог. Вот такой вот кастом данков из последней работы Virgil'а с Louis Vuitton. Сделал какой-то чувак в интернете и выглядят прям круто. Такие джинсовые данки из джинсов Louis Vuitton. Прям супер класс. Ставлю 8 из 10. Ну что же, на этом новости на эту неделю закончились. Спасибо вам огромное, что их посмотрели. Если вам понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк и напишите в комментариях, почему не понравилось. Я вас очень всех люблю. Хочу еще раз вам огромное-огромное спасибо сказать за поддержку, за просмотры, за лайки. Я прям очень ценю. Все читаю, все вижу. Вы просто лучшие. Хорошего вам дня. Приятного аппетита. Сладких снов. Всех обнял. Всех поцеловал. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok